здравствуйте дорогие друзья мы с вами продолжаем курс лекций по литературе меня зовут никита и сегодня мы поговорим об одной из важнейших тем в поэзии это произведение о великой отечественной войне напоминаю что великая отечественная война начала для началась для нас 22 июня 1941 года с нападения немецко-фашистских захватчиков эта война шла почти долгих четыре года и закончилась сорок пятом году в прошлом году наша страна отмечала 75 лет со дня победы это важнейшая дата и она не оставила никого равнодушным и нам с вами важно не оставаться в стороне во времена когда извращается и переписывается история когда пытаются забыть основные моменты этих исторических событий надо сказать что поэзия о великой отечественной войне это важная тема в русской литературе и многие поэты обращались к этой теме назовем хотя бы несколько из них это и твардовский и высоцкий и анна ахматова и марина цвета его и также те поэты о которых мы сегодня поговорим они по-своему разные но есть общий момент первое стихотворение которое мы с вами разберем это стихотворение константина симонова ты помнишь алёша дороги смоленщины надо сказать что константин симонов пошел в русскую литературу с другим стихотворением по которому его узнают это стихотворение жди меня и я вернусь она была положена даже на музыку и стала по-своему лирической песней но сегодня мы разберем другое его стихотворение ты помнишь алёша дороги смоленщины как шли бесконечные злые дожди как рынки несли нам усталые женщины прижав как детей от дождя их груди как слезы они вытирали украдкую как вслед нам шептали господь вас спаси и снова себя называли солдатками как встарь повелось на великой руси слезами измеренный чаще чем верстами шел тракт на пригорках скрываясь из глаз деревни 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 с погостами как будто на них вся россия сошлась как будто за каждой русской околицей крестом своих рук ограждая живых всем миром сойдясь наши прадеды молятся за в бога не верящих внуков своих ты знаешь наверное все таки родина не дом городской где я празднично жил а эти проселки что дедами пройдены с простыми крестами их русских могил не знаю как ты а меня с деревенскую дорожной тоской от села до села со вдове и слезою и с песнею женскую впервые война на проселках свела ты помнишь алёша изба под борисовым по мертвому плачущий девичий крик седая старуха в салопчике плисовом весь в белом как насмерть одетый старик ну что им сказать чем утешить могли мы их но горе поняв своим бабьим чутьем ты помнишь старуха сказала родимые покуда идите мы вас подождем говорили нам пажите мы вас подождем говорили леса ты знаешь алёша ночами мне кажется что следом за мной их идут голоса по русским обычаям только пожарища на русской земле раскидав позади на наших глазах умирали товарищи по-русски рубаху рванув на груди нас пули с тобою пока еще милуют но трижды поверив что жизнь уже вся я все-таки горд был за самую милую за горькую землю где я родился за то что на ней умереть мне завещано что русская мать нас на свет родила что в бой провожая нас русская женщина по-русски три раза меня обняла вот такое стихотворение необычные силы в нем все да то есть дороги смоленщины что это за дороги как вы думаете здесь надо вспоминать историю вспоминать историю о том что смоленская область очень сильно пострадала в годы великой отечественной войны что именно в смоленской области шли ожесточенные бои что по ней наступал немецкий солдат а наши держали оборону это было сорок первом году на подходе к москве изба под борисовом борисов нынешний белорусский город а сколько таких городов и сел пострадало в беларуси не случайно что нынче в беларуси например совместно с днем победы также отмечают и день незалежности республики беларусь то есть день независимости отмечается он 3 июля это освобождение беларуси от немецко-фашистских захватчиков и в этом стихотворении она кстати по настроению обратите внимание по композиции напоминает лермонтовская бородино помните ли вы скажи-ка дядя ведь недаром москва спаленная пожаром а чем она напоминает а такой же разговорной интонации таким же диалогом да только здесь не дядя да то есть а некий алёша возможно это сослуживец возможно это такой более молодой солдат или просто парниша с которым заговорил лирический герой вот такое стихотворение где повторяются слова мы вас подождем родные места будут ждать своих защитников следующее стихотворение она несколько иное она принадлежит давиду самуловичу самойлову и называется сороковые в этом стихотворении самойлов постарался отразить дух той эпохи дух сороковых годов надо сказать что он самулов родился в двадцатом году и несложно высчитать в каком году он отправился на фронт если война началась в сорок первом помните да 22 июня это время когда закончились занятия когда отгремели последние звонки да то есть выпускные и молодые ребята полные надежд собирались подступать в университет кто-то выбирал себе дальнейший путь жизни и это вдруг обрушилась и война отсрочила на четыре года все планы и мечты сороковые роковые военные где извещения похоронные и перестуки эшелонные гудят накатанные рельсы просторно холодно высоко и погорельцы погорельцы качают с запада к востоку а это я на полустанке в своей замузанной ушанке где звездочка не уставная а вырезанная из банки да это я на белом свете худой веселый и задорный и у меня в табак в кесете и у меня мундштук наборный и я с девчонкой балагурю и больше нужного хромаю и пайку надвое ломаю и все на свете понимаю как это было как совпало война беда мечта и юность и это все меня запала и лишь потом во мне очнулась сороковые роковые свинцовые пороховые война гуляет по россии а мы такие молодые вот этот дух молодости который был в какой-то момент нарушен он витает в этом замечательном стихотворении обратите внимание чем отличаются и чем сходно эти стихотворения у образ войны у симонова кроется в таких образах да деревенская дорожная тоска когда едешь от села к селу а села разрушены там осталось несколько может быть жителей большинство мужчин ушло на фронт и остались только женщины или маленькие дети вдовья слеза сколько в то время семей не досчитались своих кормильцев песня женская которые сопровождали бойцов или оплакивали и основная идея это родные места которые русский солдат защищают они ждут его да то есть вспоминаем мы вас подождем говорили нам пожить и мы вас подождем говорили лиса и образ цифры 3 да то есть в этом стихотворении имеет важное значение вообще три для нас это еще и со времен сказок вы знаете да то есть три раза сделал то три раза сделал это и в этом стихотворении тоже поэт акцентирует внимание на этом по-русски три раза меня обняла пишет он что же со стихотворением сороковые какие образы войны отмечает самойлов во первых это извещение похоронные да обратите внимание похоронные письма они буквально стучались в каждый дом потому что каждый терял мужчину и мало какая семья сохранилась так сказать в том составе что и до войны перестуки эшелонные когда эшелоны вагонов дошли на фронт и увозили все новых и новых бойцов для подкрепления ну и соответственно какова основная идея и мысль в этом стихотворении которое отразило нерв того времени да то есть война беда сливаются с мечтой и юностью казалось бы два несовместимых понятия но в тот момент они соединились вот такие вот стихотворения которые мы с вами разобрали а их очень много я вам рекомендую прочитать их их много и в интернете и в отдельных сборниках сейчас есть сборники стихов посвященные войне 41 и 45 годов последнее время даже благодаря новым технологиям проводятся исследования и какие-то стихотворения написанные ранее отыскиваются и мы можем новые стихотворения увидеть а также новые молодые поэты которые тоже по-своему видят эту тему со слов скажем так очевидцев со слов тех кто наблюдал эту войну надо сказать что память эту ценить важно потому что с каждым новым годом все меньше остается ветеранов все меньше тех кто видел эту войну своими глазами поэтому давайте быть благодарными и давайте ценить прошлое на этом урок закончен спасибо за внимание и до свидания